здравствуйте меня зовут юля и я вас приветствую на моем youtube канале который посвящен вязанию канал называется емеля нити сегодняшнее видео мне тематику сегодняшнего видео мне подсказала моя подписчица которая задала вопрос к предыдущему моему выпуску о том какой именно клетчатый шарф я имею ввиду рассказывав о своих других шарфах сингапур так вот я в сегодняшнем видео решила тогда совместить все свои вязаные вещи которые я ношу которые я какое-то время назад начала носить сейчас нашу и все-все вам просто показать что у меня вот носки а перед тем как я начну я бы вас хотела пригласить подписывайтесь пожалуйста если вам будет интересно на мой новый youtube канал который канал влог на своем youtube канале новом я буду рассказывать о рецептах каких-либо кулинарных будет видео обзор и каких-то полезных вещей которые можно применить и в быту дома посещение магазинов я буду снимать куда мы ходим и может быть что-то вам будет интересно нам на канале уже есть рецепт вкусного домашнего хлеба как его и кофе и наше посещение декатлон в октябре 2019 года что там появилось новенького а еще очень интересное asmr видео где можно просто послушать шум прибоя черного моря поэтому пожалуйста подписывайтесь я напишу ссылку внизу под видео а также будет на главном на главной странице моего канала вязание ссылка на мой новый youtube канал спасибо так вот теперь о том что я ношу вязаным давайте это начну главного почему я начала это видео это с клетчатого шарфа которым меня спрашивала девушка не помню как ее зовут как вас зовут здравствуйте я говорила о клетчатом шарфе который связан из альпаки но это какая-то непопулярная пряжа пряжа какая-то толстая была я говорила про клетку возможно ну клетку можно понимать по-разному в моем случае клетка эта клетка связана лицевыми изнаночными петлями то есть это одной ниткой я просто вязала чередуя лицевые изнаночные петли и делала клетчатый узор здесь у меня пять петель каждой клеточки и можно посчитать 1 2 3 4 5 и 6 таких клеток до 6 5 30 петель и по краю я сделала кайму из двух лицевых петель почему я выбрала именно этот узор для своего шарфа потому что он такой так скажем реверсивный он двухсторонний на две стороны вы можно носить легко просто взять с полки не задумываясь повязать наши и знать что ты всегда одел его правильно надел вот связано досок спицах я подвешу поднесу поближе нитка здесь какая-то очень сложная здесь шнур плетена другая пряжа светлый шнур плетена темная пряжа и получается вот такой вот эффект на краях моего шарфика здесь совсем другая ну как такая же пряжа но другого цвета вот так откровенно говоря не очень довольна вот этим низом мне кажется можно было как-то иначе то все обуграть и это немного напоминает полотенца банной ну дай бог с ним ладно связала ношу очень довольна после этого шарфа я влюбилась в альпаку и считаю что это самое по-моему для меня удобная вообще практичная теплая надежная износостойкая пряжа я правда еще ничего не вязала из яка говорят что пряжа як еще более стойкая вообще самая стойкая из всех представленных возможных пряж кстати по низу по низу здесь у меня на шарфике платочная вязка несколько рядов есть внутри четыре ряда чтобы он не скручивался шарф я этот ношу ну три года три года я выношу совершенно точно сейчас уже будет четвертый год как я выношу могу сказать что он не закатался ни одного катушка есть но может быть 12 и один час не могут я его нашла один маленький катушек все остальное ничего мне не закаталась только он стал более пух у него исчез может быть его стоит немножко расчесать то есть с него сошел вот этот пух верхний альпачный или он примялся над его кстати будет освежить перед сезоном может быть причесать даже или под паром подержу и пух поднимется и вот такой шарф давайте померю потому что я вот честно говоря не верила ширина у него 22 ну а длина а длина 180 сантиметров 22 на 180 получается я его закладу один раз и вот так подворачиваю второй раз очень-очень при очень теплый шарф мне он правда обошелся достаточно дорого даже три года назад это стоило дорого это цена даже сейчас это звучит дорого по моему у меня себестоимость этого шарфика была 2500 рублей и 2 200 нет это все было вместе с шапкой меня к нему была шапка я потеряла даже вот до сих пор не представлять где я могла потерять туда две с лишним тысячи у меня шло на пряжу для шарфа и для шапочки вот такой мой первый шарф я выношу очень люблю но честно говоря хочу немножко уже поменять но не его перевязать а просто связать себе уже новенький что-то хочется новенькое у меня правда есть палантин тканый по кому кашемировые там что-то смесовое с кашемиром думаю ну то прочее выходной вот так вот первый шар коричневый второй шарф который я ношу значит вот этот шарф он больше на зиму на холодное совсем время года очень теплый она на теплую зиму на осень я ношу другой свой шарф вот такой шарф связан по мастер-классу который называется repeat twice мастер-класс принадлежит магазина в сети я и я у них купив пряжу не мне предложили шарф то есть покупая пряжу не дали описанием я его связала это пряжа и лария модель напишу а вот это пестрое пряжа и здесь и пестрое и однотонная пряжа и пестрое это арка балена и вам тоже лария все пряжи напишу получается такой шарфик этот шарф гораздо шире и по длине наверно такой же как альпачные ширина у него 27 этот шарф 175 по длине получается 27 на 175 и вот эта пряжа и лария я тоже его очень часто ношу и достаточно небрежно с ним обхожусь она совсем не закаталась вот совсем она не цепляется мне нет затяжек даже если зацепишь петля становится на место потрясающе и это пряжа шнурок а пестрая пряжа это пряжа ровница так она градиентом переходит я даже вот из этой пряжи я повторюсь лая я себе хотела бы связать какой-нибудь пуловер или джемпер или кардиганчик что-нибудь потому что я знаю что вещь будет просто вот не на века но в общем очень на долгое время вот так как пряжа тонкая то я представляю как я буду долго ее вязать кофту но хотя из этой серии есть еще в два раза толще тоже фирмы лария только там какие-то другие цифры наименований и она в два раза толще и и он предлагает тонкую пряжу на шарф а толстую пряжу на шапку вот такой мой второй шарф мы тоже хочется что новенькое да как всегда так теперь я давайте я уделю внимание вот таким митингом своим як связала в конце прошлого сезона не оставалась пряжа и я решила себя в общем митингами наградить такой рисунок это пряжа мишель натика это стопроцентная baby альпака очень мягкие очень теплые в чем здесь так скажем минут я вот на себе это испробовала теперь буду делать по-другому я бы вязала пальчик подлиннее чтобы он был длиной до ногтя и подлиннее вот эту часть чтобы наверное все-таки прятался мизинец потому что в них конечно тепло но не очень и мне приходится когда холодно просто вот так зажимать руку я вот так вяжу так удобно и еще когда вяжется вот такой центральный узор я уже говорила в предыдущих видео нужно его сейчас покажу смещать вот сюда к внешней стороне потому что вот видно нет на камере вот здесь получается уже изнаночная гладь вы вертываете да на тыльную сторону ладони хотя она должна быть только здесь а рисунок располагаться по центру поэтому этот рисунок центрально нужно смещать вот сюда а здесь добавлять ну петли вот как бы петли поля вашего ваших варежек ваших митинок варежек не будет такая сильная ситуация с перекручиванием вот этой стороны потому что там все таки есть ну как-то цепкость за за пальцы а вот с митингами очень сильно перекручивается вот у нас скорее даже вот так будет располагаться ну что совсем неправильно вот такие митинги дальше я покажу шапки у меня получается 5 шапок целых пять вот я пока не вязала плотно я и не не было такого количества шапок не был один единственный маленький черный билет на зиму на осень на все 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 времена года сейчас мне целых пять шапок ну давайте вот с этой шапки начну это шапка связана из одной пасмы малабриго риос я эту шапку вымучивала очень долго у меня в начале из этой пряжи именно из этой же пряжи была связана шапочка по-другому у нее была резинка два на два или один на один не помню и дальше лицевая гладь и резко закрытая макушка и кубон я поносила поносила поняла что все-таки холодно она была без отворота холодно без отворота я распустила постирала и связала новую шапку она мне оказалось по-моему маловато я опять распустила из-за третью шапку вот в таком виде здесь она связана резинка 3 на 3 это же резко закрытая макушка она мне тоже связано как мне кажется мелковато вначале было а сейчас она растянулась процессе носки уже хорошо не давит так вот здесь мне право заколка сейчас сниму мешает ну не очень хочется опять что-то новенькое следующую шапку хочу показать я ношу с прошлого сезона это связано из одного матка лана гросса комета я всегда таких шапок несколько остальные продала а это решила станет себе пряжи очень хорошая вначале мне вот эти золотинки где-то попадались вот в этой области не сильно-сильно колола но потом они как-то забились пухом и теперь все хорошо так носит шапочка ну не ничего нет необычного и наверное это самая простоте самый смак да где самое интересное это пряжа сейчас я покажу поближе пряжа на вот так переливается это пряжа шнурок шнурок из полиамида и в него забито волокно тоже альпаки ну и вот эти блестящие люрекс очень приятно она вот закаталась но я не могу сказать что критично я носила тоже очень часто долго позже весна маски продолжительная уши мне стали мерзнуть голова поэтому в принципе для такой часто носки я считаю вполне приемлемо а во что как себя стала вести пряжа также с прошлого года покажу шапку это уже моя зимняя шапка была в том году я носила долго-долго-предолго а эта шапка связана из двух мотков лана гроз амбиента я выбрала себе черную очень довольна этой пряжи это пряжа ровницей причем ровница она плоская в матке на сим плоская но а вы здесь принимает такую форму немножко закаталась позади затылочной части это она набрала вот эту пряжу немножко от шарфа я их носила вместе с альпаками вот так очень теплая очень мягкая полностью довольна этой шапкой снимать не хочется хорошая получилась все самое главное все таки в модели это пряжа можно одного и того же фасона вязать совершенно из разной пряжи и все будет хорошо в пряжу подбирать в этом году у меня появилась весенняя шапка вот такого вида я хотела продать но что-то никто не купил но я думаю возьму себе мне подходит вполне подкутку под брюки такая нейтральная шапочка это пряжа drops air один моток связана она резинкой 2 на 2 на 2 по моему тоже такой затылок можно немножко сильнее подвернуть будет меньше именно так связана резинка 2 на 2 кстати вот это амбиент 1 на 1 резинка и здесь если на отвороте просто резинка то по по полю шапки уже где крона здесь у меня петельки резинки которые лицевые петли с внешней стороны они перекрещиваются в некоторых местах через оглённое количество рядов и получать такие небольшие жгутики также резкое завершение макушки также резкое завершение макушки так еще одна шапка вот такая сливовая с люрексом это связано с шапкой это лана гросса шайни я в том году у меня я увидела на столе в магазине моток этой пряжи я уже все купила уже должна была уходить и мне нужно было уйти но я увидела этот моток эти мотки разных цветов вот этой пряжи шайни я не смогла уйти я дала я я решила что я должна купить просто эту пряжу связать себе шапку из нее ну я купила связала я уже показана эту шапку но может быть она была другого вида пол в клетку я перевязывала орнамент и сделала вот такие встречные косы здесь полтора мотка одного мотка было мало двух многовато сня у меня второй моток прям много осталось с этого мотка ну посмотрим что я с него сделаю не знаю но честно говоря я уже думаю распустить эту шапку что-то связать еще я не знаю что я сейчас ее надену может и не буду распускать вот так смотрится вроде неплохо что мне не устраивает во первых не устает что она мне сползать с головы это дико не устраивает когда ну вот просто в блузке сидишь и конечно не сползать но когда ты в куртке у куртки воротник потом может быть шарф и они постоянно подтягивают шапку и она оказывается где-то вот тут в уши задувает она тебе где-то на макушке болтается постоянно приходится ее натягивать мне это очень не нравится потом что мне кажется все-таки слишком темный цвет я себе взяла надо было взять какой-то вот такой серый ну вот такой может быть вот коричневый мне бы пошло что-то мне кажется это не очень ну может к лицу но просто в основном конечно потому что она мне слезает с головы и получается очень высокий кукол мне кажется что там целый дом на голове вот так пряжа я думала ее делать весеннюю кстати я же ее вязала на весну она оказывается очень даже зимняя очень теплая очень при очень теплая плюс еще она с отворотами плюс кстати косы а косы они же делают объем полотном еще не перекрещиваются они ну как уплотняют и объем она невероятно теплая мне кажется знаете даже из этой пряжи наверное хорошо было бы какой-то кардиган связать наверх это было бы очень тепло и он был прям нарядный вот это была бы вещь классная но по-моему в этом году они ее вот этот цвет сняли с производства то есть я не знаю точно но вроде нет таких цветов в этом году в этом сезоне их не везут то есть мне вот есть два матка что с ними делать я не знаю наверное все таки надо из нее джемпер связать чтоб будет теплый и красивый только если пряж найду или подберу под цвет ну главное желание да все свершится но что-то мне кажется у меня до этого руки не дойдут у меня вообще столько недовязанных мотков остатков потом что-то мне не нравится что я распущу потом хочу связать думаю все это подождет подождет и вот так все лежит вот такие я ношу вещи которые я связала себе сама рассказывайте что вы вяжете себе носите ли вы вещи может быть у вас какие-то есть вопросы по показанным мною вот моим аксессуаром вязаным подписывайтесь на мой youtube канал подписывайтесь на мой новый youtube канал я буду очень рада вас видеть удачных вам проектов и до новых встреч пока 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 пока